Я начинаю третью серию которая должна подвести черту под темой самых морозоких в мире Шелкович. К ним причастны на данный момент Железа Валерий Константинович, который в принципе и создал этот клон и почти из ничего. Продолжил это Алексей Калисий Иванович и наша милая, замечательная женщина Садовы Клатенкова Галина. Жена и, к сожалению, вдова Юрия Алексеевича Клатенкова. Вот такая цепочка. Но то, что я уже показывал, кого-то это напрягло. Кто-то заказал прямо сразу у меня зеленые черенки. Таких нашлось пять человек. И надеюсь, что после этих двух фильмов и у Галины тоже Клатенкова что-то заказали. Надеюсь. Но дело в том, что я же еще могу послужить Туэнским конем. Потому что люди практически абсолютное большинство и не знают, и не понимают, и не догадываются, что, во-первых, оно существует на планете. Я таких назвал 95-97. В средней полосе России, на Урале, в Дальнем Востоке и Сибири ее практически нет. Вот. Вы скажете, как нет? И вот третья серия посвящена именно этому. Итак, публикации. Вот они, кладопитомники. Вот они. Вот. И сейчас я буду вынужден показывать и разоблачать эту самую подручную на свете вещь. То есть, садов шелковицы нет. Так же, как и персиковых, так же, как черешневых. Я имею в виду среднюю полосу России, всей России. Вот. Не говорю про север. А торгует миллионами. Как же так? Смотрите сюда. Шелковица Подмосковья. Сейчас вы видите эту картину. Вот она. Пожалуйста. Сорт черной баронессы. Видите, как здорово. Вот. И этот самый код Москвы. Вот. 495. Наберите вот эту 125-44-88 и спросите, откуда дровишки? Повторяю. Откуда дровишки? А? Шарафуга откуда? Черешня откуда? Нету там таких садов Подмосковья. А? Вот. Смотрим сюда. Я сейчас беру и нажимаю вот так. А дальше, так как мои фильмы учебные, значит, мы сейчас возьмем вот так посмотрим. Я нажимаю найти изображение в Яндексе. Вот. Естественно, подразумевается, что вот это вот на их сайте фотография, значит, они сделали в своем саду. Осень крупная, невероятно, плоды, как по логе пальцев. Смотрим. Может быть, это море. Вот сюда смотрим. Вот сейчас я буду это листать. Листать, 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 листать. Вот. Скажите, ну, не так уж много украла. Эту фотографию не так уж много. Ладно, я туда специально вам сюрприз приготовил. Смотрим следующую фотографию. Возвращаемся. Вот. Ну, допустим, вот эту. Дело в том, что я их все знаю. Они все из интернета. Вот. И где-то в каком-то из южных садов были сделали там фотографии. Вот. Мы глубоко будем копать. Шелковица Владимирская. Вот скажите. Ну, это Владимирская. Это чуть ли не Владимирская область. Так. Итак, мы с вами находим изображение в Яндексе. Приготовитесь. Наберемся терпения. Смотрим, друзья. Вот она. А теперь будем смотреть и листать в самый низ. Видите? Нет, не видите. Вот. И вот якобы под Москву я питомник продает такие, 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 такие. Вот. Все. Она, она только немножко, это, маскирует. Но вот то дело в том, что компьютер ты не обманешь. Вот. Шелковица купить в Пскове. Пожалуйста. Вот. Где вы вот это хотите купить? А вы знаете, вот это пошел в шрифт иностранный. Вот там, наверное, шансов больше. Но все-таки фотография-то одна. И иностранная. Вот она истамбульская. Тоже в радио. Вот. Потому что если в Украине, так, так, причем тут стамбульская. Вот. Все это вранил, 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 вранил. И вы видите, что комбинирует как. Попробуйте узнать. Ах, это. Мы еще не закончили. Я вас показываю. Дикие, страшные масштабы мошенничества. Фактически воровство ваших денег. Ведь я не закончил. Я сам, когда листал, пришел ужас. Самый настоящий ужас. Понимаете? Что бы хочется, годится купить в Менске. И там вранье. В Екатеринбурге вранье. Вот. Украинский шрифт вранье. Значит, татарский, это не татарский, а этот самый. Тюркский вранье. Вот. Это я брата. Ботанический сад, Воломеды, вранье. Вот. В южных странах скупают, привозят, дурят людей. Все это. Нет у нас это. Садов. Маточник. И в дачных садах, не чертаю, нету. Два. Вот. Вы поняли масштаб? Нет? Вот. А я виноват в чем? Я возбудил интерес к ней. Как я это сделал? Смотрите. Вот. Вот это мой канал. Называется «Доводство по железу». Вот. Железу. Броски железа, шелковица. Целый фильм. Получасовой. Железа, морозыка, шелковица. Вот. Тут продолжение, шелковица, торбогов. А я смотрю, шелковица. Вот. И дальше. И вот теперь я виноват, потому что люди скажут, ну, ну, зачем нам? Мы в Подмосковье рядом. В трех километрах. В тридцати. Ну, ладно. В ста километрах мы тут же и купим. Ага, сейчас. Вот. Надурят вас. Вот это. Теперь давайте вернемся к нашим БАА. Понятно, да? Смотрите, как я буду дальше объяснять. Это разговор начался однажды вот так вот. Сейчас стараюсь, чтобы потом лучше видно. Я снаружи снимаю видеокамеру и изнутри. Посмотрю, где мой голос лучше, там значит вид. Значит, это мой быть. Вот. Смотрим. Вот это вот навеяло мне. Когда-то, несколько лет назад, я встретил. Чисто случайно. Вы же видели, сколько публикаций в живых. Вот одна из них оказалась, я просто взял, сфотографировал с экрана. Почему? Речь идет о Шелковице. Здесь все как обычно. Какая должна быть яма, три ведра перегноя. Кстати, страшная вещь перегнать. Нельзя в яму давать перегной. Нельзя. Я проверял. Гибнут деревья. Просто те, которые сейчас увидят, как он попадется, этот человек, показать как. Вот эта фотография, она тоже с интернета. Это он тоже слеп жил. Ну как? Значит. Ставил. И поди, скажи, его не его. Ну, допустим, ну не было у него своего сада. Но все хотел распространить данные. Пусть интернета. Ничего страшного. Лишь бы только правда была. Какая хрена правда? Вы видите саженцы, которые имеют метровый штамп. Это страшная вещь. Шелковица. Вот та, которую вы видите. Если фотография была сделана из южных странах, они еще выживут. У нас стопроцентная смерть с голым штампом. Потому что там кроме ран ничего нет. Неморосописи ничего. А, допустим, это один минус. Есть плюс. Посажен на холмы. Знаете, когда мне прислали в фотографии. Кто-то, знаете, как написал. Вспоминайте, кто-то из вас. Валерий Косинец. Ваше дело процветает. На холмы посадили. Но я раздохнул горество. Из-за того, что штаб дети, который это все нивелирует. Посадка на холм. То есть, плюс-то, минус, минус больше. Ну, и посмотрите, где у тебя этот сам дерн, на который я учу садить. Просто дерн. А на нем высыпается тережка две земли. Сверху дерна. Дерни прикосновения. А здесь что? Как там будут жить черви? Как там будут жить мои любимые муравьи? Как? Одна рада, что мы мыши это самое. Пошуганули. Вот только это. И когда я похвачиваю... Что тут написано? Сады Огород Ру. Да, вот есть такой сайт. Сады Огород Ру. Внимание. Смотрю, глаза протираю. Моя фотография. Сады Огород Ру. То есть, с этого же. Сады Огород Ру. Вот она, уход за шелковицей. Органическое удобрение. И вдруг я узнаю свою фотографию. Вы скажете, а чего вы присваиваете себе? Вы уже себе сотни фотографий нашли в интернете. А может быть, это не ваше. Внимание. А это что? Это чей стол? Чей зажигалка? А в этой статье уже 15 лет. Знаете, как это называется? Зеленое черенкование. Вот. И вот это зеленое черенкование уже в свое время облетело всю страну. Ее издали несколько этих самых газет журналов. Вот. Видите? Вот. А теперь посмотрим сюда. Как вырастить сады шелковица за месяц? Вот. В отличайшем случае. Многим садоводам хотелось бы иметь саду шелковицу, в среде все сорта могут расти. Наши морозы в российском климате. Но есть такая шелковица. Железова. Это не я, извините. Которая выдерживает саду шелковица. Скорее всего, это Алексейка Алексеев Иванович. Почему? Потому что здесь упоминается Челябинск. Вот оттуда. У меня есть черенков, присланных зимой из Сибири. Адаон. От садовода опытника Железова. Так. И Саиногорска. То есть от меня. Вот. И он уже тут же, буквально пару лет у него появились свои плоды. Вот они. Но это не все. Теперь что получается? Весь шелковичный мир, после вот этой подлой, наглой. Вот этой подлой, наглой. Где они тут, господи-то? Ну, уже, наверное, возвращаться не будем. Да, вот эта вот подлая, наглая. Триста раз повторенная. То есть фотографию присвоила где-то 200-300. Вот эту. Она не моя. Вот. Я вам свою покажу. Вот эта, после такой наглости, мир шузился до Урала. Алексейка плюс Галина Матюнкова и Сибирь и Железова. Все. Все. Смотрим сюда. Здравствуй, Леонид Кассинич, пишет Алексейка. Хочу сказать несколько слов о Шашуковиче. Шашуковиче и Железова. У меня растет низких местах, в горах Урала, в том числе, в селе. В этом году в деревне, в горах из-за аномального мороза, не засели априкосы, вымерли плодовые почки. Вот такой год был. А ваша шашуковича хоть бахнет. Цветет и плодоносит. И мороз и нипочем. Она меня удивила своей морозостойкостью. Вот. Поняли? Ведь это южное растение. Но у нее своя судьба. У этого растения. Я, может быть, ниже расскажу эту судьбу. Переносит такие холода. Получается, она может, должна расти по всей нашей Родине России. Должна. Но для этого нужно. И агротехнику особую. Помните, я показал вам? То есть, вроде на холме, на метровый штамп, который убьет ее. Искалеченные ветки отрезаны. Вот. И вот прямо сейчас я и горел Латинковым и занимаюсь ее укоренением. Я укореняю от водками. Я вам все покажу. Пригибаю ветки в земле. Галя в своем питомнике. Укореняет шелковица. Способу зеленого укоренения. Значит, приобрести супер морозостойку шелковицу Железова. Это Галина Латинкова. Это вдова моего друга, лучшего садового друга Юлия Алексеевича Латинкова. Царство его небесное. Вот. Здесь вы можете... Вот ее. Видели? Сайт. Вот он. Вот он. Можете остановить, потом записи. Посмотреть, исписать. Познакомиться с каталогом. Прогуляться по саду. Зайдя к ней на YouTube канал. Садоваться Галина Латинкова. Пожалуйста. Еще. Галя не только продолжает делиться. Расширяет ассортимент. Ведет серьезную работу. Селекционную, которую вы скоро узнаете. Так что дело Юлия Алексеевича. Надежность в нелюбивых галяных руках. Вот. И еще одно письмо от него же. Эти входы сделаны на питомнике Латинковой. Здесь прямо сейчас украняются шелкови со железа. Ребята, в фильме Чемник. Высорено 500 черенков. Вот. Вот еще раз. Видите? Я хочу что сделать, чтобы вы сюда попали. Я вот сюда нажимаю. Активированная ссылка. Смотрим. Смотрите внимательно. Вот. Это сайт Латинковой и его покойного мужа. Юлия Алексеевича. Видите? Вот так поправлю немножко. Вот. Сладкая парочка. Вот. И это начало с сайта. Это то, чего не может быть никогда. Вот. Одна из лучших коллекций в России. И сколько раз я призывал. Приезжайте. Я считаю, что в нашей стране, в современной России, три дня. Байкалов, Латинков и Боднар. Вот. Байкалов есть кому продолжать. В Боднараде, кому практически. И Юлия Васильевича предлагает жена. Но я считаю, что надо брать с собой спецназ и много-много денег. Хочется 10 миллионов. Может 20. Приехать со спецназом и сказать. Значит так. У нас поручение от министра сельского хозяйства. От Академии наук. У нас поручение от Министерства науки и высшего образования. Вот. Мы выкупаем вашу коллекцию. Вот так надо. И все это перенести. Но не просто так перенести. А вместе с его агротехникой. Вот она. Вот она. Абрикос, груша, яблони. Поняли? Вот. Это крик души. Это крик души. Я когда вижу эти фотографии, то слезы на глазах наворачиваются. Это я человек, который серию операций перенес. И ни одна сезинки не выдавил в себя. Вот. Возвращаемся. Сюда. И так. Вот ее сайт. Теперь. Учеба есть учеба. Смотрим. 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 Вот. Вот она. Зеленая черенкование. Это летнее. Клетнее. Вот ее 500 укорененных саженцев. То есть не саженцев, а назовем это клонирование. Выкнуть в клончиках. Вот. 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 Вот так эти клончики выглядят. И наконец. Кстати, вариантов нет. Почему? Я это проходил и уже сколько раз говорю. Первый раз я вырастил семян, полученные из Саратова. Знаменитого ученого. А Сернышова. Он же мой друг. Вырастли такие мелкие. Посмотрите на ноготь, на своем языке. Вот то, что я вырастил. Поэтому. Только. Только укоренение нам остается. Вот это. Вот это. Теперь. Он пишет. Алексей Корисеванцев. Хочу поговорить вас за необыкновенную вкуснейшую шелковицу. Полезнейшую. Шелковицу Железова. Спасибо, что смогли ее найти и сохранить для нас. О, это целая история была. Как я ее нашел, как сохранил. И вот это очень важно. Почему ко мне обратилось пять человек. И все пять упомянули, что нам нужно снижать сахар в крови. И что написал? Я же его не подговаривал. Листья все действительно понижают сахар в крови. Проверено в ближайшем году. Мало того, что Алексей сколько, 3-4 года назад выписал мне вселенники. Зимой умудрился их простить, что я не смог. И уже родственника влечит. И вот после этого аж пять человек заказал у меня шелковицу. В качестве веточек укоренять самим. Теперь смотрите сюда. Вот так укореняет уже Алексей Ковичев. Это летнее укоренение. Зимнее. Два раза он напечатал статьи. Науки жизни. Это какой престиж. Я его буквально благодарил. Я говорю, вот продолжаешь наш. Вот он тоже писал эту статью, что шелковица железа. Вторая статья напечатали. Про черенкование, про укоренение. Ну и что? Кстати, сейчас я хотел вам их показать. Не открывается Алексей Иванович. Ну ладно. А вот то, что он уже собрал. Вот то, что он ест в этом году. Моя шелковица зелененькая. Зелененькая. Вот. Будет позже. Вот. И вот его лучше. Видим, это самая все фотография. Я понял, самое мощное дерево. А под ней белая ткань, на которой уже плоды падают. Они падают часто сами. Его же фотография. Вот. И опять укоренение от него же. Так, теперь. Теперь, теперь, теперь. А это вот так. Так, продолжаем. Получилось по неволе оперерым. Потому, что я снимаю камеры. Снаружи видеокамеры телефона. Так, все. Теперь еще и разрядилось. Итак, разрядился камера. А так как я все-таки больше надеюсь на съемку, сделанную снутра. Как видно, это я продолжаю. Итак, вы видели. Дата 20-е. 20-е. 23-е. Так, еще раз. Попробуйте, что же дата сообрази. 07-е. Это, наверное, июль. 5-го июля. А, 2023-й год, 5-го июля. То есть, у него уже плоды сузрели. Мои зеленые. Вот так. Теперь, для полноты картины. Может быть, это будет четвертая серия. Потому что 20 минут, я знаю, выбирайся, когда длинная серия устает. Пусть будет она четвертая. Попробуем. Попробуем. Продолжение следует...